По порядку, у нас, к сожалению, в Украине, как говорится, смешанные люди-иконы. Смешанные есть профессиональные дипломаты, работают, факт, это хорошо. И смешанные с бездарей, и, я извиняюсь, рукожопой, которые не умеют ничего делать. И когда приходит прорыв, ты не поймешь, кто за кого отвечает, кто в этом. Поэтому наша страна, слава богу, есть люди умные, принимают мнения, и есть другие, которые ломают это. Давай по порядку. Визит Кулеба в Ирак был провальным. Повторяю, визит Кулеба в Ирак был провальным. Почему? Во-первых, если Ирак, это уже федерация, и Курдистан уже поднимает украинский флаг везде, это наши именно любимчики, и его величество, в кавичках, Кулеба, приезжая туда, в страну, где каждый второй чиновник в Ираке, это агент, корпус стража революции, что работает на Иран, и он решил, что он все понимает. Здесь мы МИДу отправили несколько предложений, консультаций, готовы помочь. Здесь немало украинских и иракских бизнесменов и влиятельных людей, которые могли визит более удачным. Но кто мы такие? Кулеба все знает, приехал, и достаточно послушать его выступление. С министром истральных дел Ирака, мы все поймем, каждый поет свою песню. Я тоже обратил на это внимание, Мухаммед. Я тоже это видел. Это печальное было зрелище. То есть Кулеба поставил галочку, что он был, но провальным. Можно было встретиться с кругом влияния в Ираке. Можно было собрать клуб друзей Украины и Ираке, их немало. Можно было визит в Курдистане, где там Курди за нас. Да можно было все отнести вопрос визы, например, дать для влиятельных бизнесменов. Но Кулеба хотел поставить галочку, но молодец. Галочку поставил, а про его визит. Некоторых имамов, конечно, глупых имамов, начали сдавать фатву. Оказывается, украинские войска сделали какую-то бучу в Ираке, о котором я не знаю. И не собрал там, где можно, много медийников и ракцев за нас. Он ни с ним не встречался. Просто был плевок в лицо. Если у нас там было хоть какой-то капли друзей, они, конечно, чувствуют себя оскорблены, чувствуют себя, что их Украина не уважает, и таких я могу перетислить много медийников. Но Кулебова ставил галочку, в кавычках, молодец. Естественно, ничего не подписали, ничего не добились. Ирак, поскольку он и так, у него внутренние проблемы, трудно, да, он пытается балансировать между Ираном и Судовской Аравией, еще ему не хватает украинской проблемы, да, в кавычках. И он, поэтому, не выбирая ничего, просто повторили риторику. То, что все повторяют. Мы призываем к миру, призываем и так далее. Это, знаешь, было все похоже. Мы вас не слушаем. Мы выслушали. Иди нафиг отсюда. Вот так. Мохаммед, Мохаммед, постой одну секунду. Я понимаю твои эмоции и очень хорошо их понимаю. Ты знаешь лучше меня о том... Нет, нет, нет. Постой, одну секунду. Подожди, подожди. Не, 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 подожди. Секунду. Мохаммед, одна секунда. Мы с тобой... Не, 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 секунду. Я тебя должен сейчас попросить. Алексей, дай минутку. Нет, нет, нет. Когда есть такие? Мохаммед, секунду, секунду. Друг мой. Когда победил? Ты победил. Ну, вообще. Я не побеждал, мы не боролись, мы даже еще не начинали. Мы с тобой оба знаем качество, к сожалению, нашего дипкорпуса на Ближнем Востоке, которое ужасно. Оно просто чудовищно. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но мы с Эмадом Балаком уже разобрали немножко визитку Лебы раньше. Ты... Я абсолютно разделяю с тобой то, как мы все недовольны работой дипкорпуса на Ближнем Востоке. И я с тобой солидарен в этом как блогер, как журналист и обозреватель, но я просто хотел тебе сказать о том, что у нас остается три минуты для того, чтобы разобрать сейчас РИАД и Зеленского. О том, чем не хороши наши дипкорпуса по Африке и Черной, и Мусульманской, и на Ближнем Востоке. Мы вернемся к этому с тобой разговору обязательно. Это очень важно. Но сейчас про Зеленского в РИАДе, это правда важно. Как отреагировали на него? Я не знал, что у нас время... Я не знал, что время... Нет, подожди. У нас не ужасный дипкорпус и Ближнем Востоке. Есть исключения. Почему я говорил смешанные? Депмиссия наша в Тунисе прекрасная. Депмиссия наша в Ливии прекрасная. Депмиссия наша в Саудовской Аравии уже хорошая. Депмиссия у нас в Кувете великолепная. Есть. Но они пишут в Киев. Эти бумаги... Я не знал, чего вы... Итак, проехали. Зеленский. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. Это была победа дипломатическая, в которой по дороге в G7 в Украине Владимир Зеленский выступил на слово, витальное слово, слово честное, в котором дал арабскому миру три месседжа. Его речь сильные три месседжа. Месседж номер один, в котором как россияне воруют украинских детей, при этом напоминает арабам, что именно пираты столь сотни роков назад воровали. Арабские дети продавали в рабство. А сегодня, сегодняшний пират, это первый месседж. Второй месседж напомнил, что повышение цен продовольствия и на хлеб, и на другое в арабском мире виноват кто потом, потому что он начал эту военную кампанию авантюра против Украины. Поэтому помешал поставки, и арабский мир уловил сигнал, что за проблемой сейчас дефолт и проблемой цены подорожания именно отвечает Россия. И третий момент, произнес слово про преступление Россия и в Сирии, и упрекал Сирию, который там сидел, Асад, который именно о том, что и призвал арабский мир присоединиться и защитить мусульман Украины, которые сейчас подвергаются уничтожению. Поэтому это было серьезно. И это, конечно, вызвало у ватников, один из журналистов, это Алжир. Алжир это не все, но там есть продажные пророссийские журналисты, которые написали полосы. Именно, а вот чем там занимается Зеленский? Но как ему ответили молодежь в Алжире, как его обливали грязью, потому что молодежь в Алжире против именно власть алжирцев, старая хрень, гвардия, которая пророссийская. Поэтому там не все однозначно. Что касается, Бен Салман дает сигнал, когда приглашал Зеленский, что почему Асада возвращается, отдельная тема, совсем другая. К Украине отношений не имеет. Но он приглашает Зеленский. Мы должны с тобой, и это сейчас моя ошибка и моя ответственность. Я на самом деле спровоцировал тебя на то, чтобы рассмотреть сразу две темы. И Ирак, и Бен Салмана, и Рияда. Это была моя ошибка, потому что ты был абсолютно прав. Это нельзя разобрать за 10 минут. Но я очень прошу тебя вернуться к нам в пятницу и вообще возобновить нашу с тобой идею о том, что мы бы по пятницам, если у тебя будет 10-15 минут, разбирали бы картину арабского мира, арабских медиа и арабской политики в реакции на украинскую ситуацию и российскую агрессию. И чтобы мы с тобой через два дня вернулись к этому разговору и дальше углубились бы в то, каким таким мистическим странным образом лидер современного демократического мира и нынешней Украины Владимир Зеленский и военный преступник Баша Расад оказались на одной площадке. Я прошу тебя прийти к нам в пятницу. Сможешь? На связь. Организуем, попробуем. Организуем, попробуем. Спасибо. Это все, что я должен сейчас знать. Мохаммед Фараджалах був з нами. Дякую всім дуже. Мы пробуем дисциплінованно працювати в цьем...